Можно ли преподавать физику и химию через виртуальную реальность? А почему бы и нет, говорят проектировщики и приглашают на презентацию нового образовательного проекта. Фестиваль RoboCity 2018 вновь собрал прогрессивно мыслящую общественность на одной площадке. Это инженеры, IT-специалисты, разработчики, программисты мирового уровня. В этом году фестиваль разделили на три части – лекторий, выставка и зал соревнований. Цель очень проста – объединить всех робототехников в Московской области, дать им площадку, где бы они могли пообщаться, получить новые знакомства, получить новые знания и, конечно же, посоревноваться. В этот раз ввели новую дисциплину – детский хакатон. Командное программирование интерактивных приложений с помощью анимации участников разделили на команды и предложили пофантазировать. Это командная работа, дети учатся работать в команде, там команда по два человека. В связи с ними будут награждения, именно не по одному человеку, а командное. «Очки счастья» называются, и когда надеваешь, сразу автоматически становишься счастливым. Это необычная конструкция – разработка компании «Механиум. Очки счастья» – реквизит будущего фильма с одноименным названием. Его планирует снять режиссер, дизайнер, инженер Сергей Цис, компания которого привезла на выставку необычные экспонаты. Среди них – говорящая подушка и осьминог Василий – робот, который умеет шутить и петь песни, и даже плеваться водой. При этом у него есть образовательная нагрузка, на его примере можно показать устройство робота. И он абсолютно безопасен для детей, он очень дружественный, он не может ни поранить, ни ударить. То есть к нему можно подойти, потрогать его за ножки, за ушки, за носик. А сделано, как видите, из садовых шлангов, бампузов, деталей машин, кастрюли и всего такого прочего. То есть это еще одно такое направление. Мы показываем, как можно творчески относиться к окружающей среде, то есть как можно переосмысливать какие-то объекты. Роботы – это прежде всего помощники, поэтому на выставке немало машин, которые служат людям. Здесь и техника, службы спасения и специалисты в образовании, компания «Ваши роботы» разрабатывает методику внедрения основ программирования в школы. А помогут в этом не только педагоги, но и роботы. К примеру, это милая роботизированная дама по имени Катюша. Она умеет ездить, причем она двигается, обходя препятствия. Это, в общем-то, довольно-таки сложная операция, сложная программа, причем она делает автономно, независимо. И этому тоже мы можем обучать детей. Мы эти секреты все открываем. О виртуальной реальности, особенностях работы мозга и специфике восприятия говорили в лектории. Один из спикеров – Олег Шунаев, разработчик компьютерных игр и систем дополненной реальности, руководитель школы разработчиков раболатории. Относительно текущих тенденций, направление виртуальной реальности, оно, скажем так, оно как хайп. Такое модное слово, то есть сейчас оно на коне. Я думаю, что в ближайшее время с развитием технологий виртуальная реальность будет развиваться. Участники фестиваля могли собрать и собственного робота, а также запустить его с помощью специальной программы. Семья Герасимовых пришла на фестиваль полным составом. Пока близнецы Саша и Слава собирали одноглазую машину по имени Майлз, их мама тоже занималась конструированием. Здесь используются уже готовые двигатели, и ребенок должен сообразить, как этот механизм привести в действие. Конструировать лего умеют все, но догадаться, как это привести в действие и запрограммировать данное устройство, вот это вызывает особый интерес. И все-таки робототехника не игра, а наше будущее. Эксперты уверяют, что лет через 10 персональный робот станет обыденностью такой же, как любимый смартфон. А заглянуть в будущее и определиться с профессией можно уже сейчас на фестивале робототехники «Робосити». Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 Продолжение следует...